Деятельность бывшего директора Яргора электротранса Сергея Балабаева во время его руководства городским предприятием по заявлению зампредседателя муниципалитета проверили правоохранители. О результатах Игорь Блохин рассказал нашей съемочной группе. Со счетов Яргора электротранса уходит эта сумма в 1 248 000 рублей. Без договора, без чего-либо, просто на платежке есть подпись директора Балабаева оплатить бухгалтерии. До этого факт нецелевого расходования денежных средств выявила ревизионная комиссия. Игорь Блохин озабочен тем, куда делись деньги. УВД установило, что деньги были перечислены из одной фирмы в другую, из другой в третью, а потом сняты в банкоматах, то есть обналичены. Депутат уверяет, что есть еще одна пропавшая сумма – около 350 000 рублей. Столько прописано в акте приемки работ за ремонт переезда. Со слов Игоря Блохина, фирма, выполнявшая его, получила в два раза больше. Сам экс-директор Яргор Электротранса сегодня на телефонные звонки не отвечал. Уже в следующем году Яргор Электротранс ждет еще одна проверка. Деятельность предприятия оценит контрольно-счетная палата. Недавно она завершила проверку Ярославской конно-спортивной школы. Оказалось, что лошадей здесь больше, чем числится на балансе. При проверке были выявлены полтора десятка лошадей, которые были переданы этой школе по договору безвозмездного пользования от физических и юридических лиц. Эти лошади были включены в учебный процесс, вопросов нет. Лошадей по нормативе не хватает в этой школе. Против увеличения численности лошадей в спортшколе контрольно-счетная палата ничего не имеет. Вот только на их содержание учебное заведение получает деньги из городской казны. На эти полтора десятка скокунов было израсходовано порядка трех миллионов рублей. Законность получения этой субсидии теперь предстоит подтверждать самой школе, а также Департаменту финансов и Управлению по физкультуре и спорту. Екатерина Бубнова, Олег Хромов. День в событиях.